В этом уроке я расскажу про случайные числа и их применение. Самый простой способ создать набор случайных чисел, это создать геном. Он во вкладке параметры в самой правой группе. Геном представляет для себя связку слайдеров. И вот на него правую кнопку нажимаем. Здесь вот есть кнопка перемешать на 1%, 10% и 100%. На 1% он их чуть-чуть изменяет числа, на 10%. Типа больше, и на 100% он полностью их хаотичными делает. Этот способ хорош тем, что можно их потом вручную передвигать числа, изменять. Но это в случае плохо тем, что когда мы перемешиваем, то к предыдущему варианту набора чисел уже вернуться нельзя будет. То есть это просто перемешать и всё, и никакие наборы случайностей запоминать или сохранять уже не получится. Более надёжный способ создавать случайные числа, это во вкладке sets, группы sequence, есть вот random, генератор случайных чисел. У него на входе есть три параметра. Это интервал, сейчас он по умолчанию стоит от 0 до 1. Потом количество чисел и 7. Что такое количество чисел, это сразу понятно. Сейчас стоит 1, и поэтому он, генеральный случайных чисел, создаёт одно число. Если мы сюда подключим 10, у нас будет 10 случайных чисел. А вот domain или интервал это новый такой тип данных, который состоит из двух чисел. От и до. Домейн, если вот в интервал подключить просто одно число, сейчас вот 10 мы сюда подключили, то он воспринимает это как интервал от 0 до 10. То есть от 0 до того числа, которым мы сюда вставили. Но можно ещё создавать домейн, который не от 0. Это во вкладке математика, есть вот группа домейн, здесь все ноты для работы с интервалами. Здесь вот самый обычный нот, самый простой, это создать домейн. Вот у него первое число, второе число, и на выходе будет интервал. Сюда подключим на начало и конец, и будет интервал. Сейчас и начало, и конец интервала десятки, поэтому у нас все числа случайные десятки. Если минимальное число изменять, здесь изменяется интервал, сейчас от 50 до 10. Сейчас у нас создаётся 10 чисел, которые случайные, но все от 5 до 10. Случайные числа создавать так. А, ещё вот главное отличие этого метода, главное преимущество этого метода перед вот этим геномом, то что здесь есть ещё 7. 7 сейчас по умолчанию стоит 2. 7 это просто изменение варианта случайности. Вот сейчас поставили 10, изменил числа, другое число в 7 добавим, другие числа станут. Если создать 2 генератора случайных чисел, у них будут одинаковые, на выходе будут одинаковые числа, потому что у них 7 одинаковые. Как только изменяем 7, у них уже будет разный набор случайных чисел. Все ноды, которые работают со случайностью, у них у всех есть на входе 7. Еще часто используемый такой случайный нод, это случайные точки. Вот есть во вкладке вектор, в группе grid, в группе сетка, есть два таких вот компонента. Это случайное облако точек, кубическое и прямоугольное. У них входные данные одинаковые. Это значит регион, у этого соответственно бокс, коробка, внутри которой создаются эти точки. Вот, потом также количество точек и сид. Такие же входные данные, как у этого. По случайным точкам, вот можно сюда подключить слайдер до 100 в количество точек. Вот, изменяем слайдер, изменяется количество. И по этим точкам можно теперь построить кубики. Вот есть такой нод в примитивах. Это коробка, которая строится по центру и по трем размерам. И в центры можно подключить вот эти точки. И теперь во всех этих центрах, в каждом центре, в каждой этой случайной точке строится свой кубик. Сейчас сделаю непрозрачным и серым. Так, ну они сейчас все одинакового размера. Потому что здесь стоят размеры 1 и единицы по умолчанию. И можно вот этот генератор случайных чисел подключить к размерам этого кубика. Только количество чисел пускай будет такое же, как этих точек. То есть сейчас у нас 75. Слайдер удаляем. И вот эти случайные числа подключаем сюда. Сейчас у нас они от 5 до 10. Все случайные числа. Поэтому кубики получаются большими. Пускай будут рациональные числа. От 0 до 2. Теперь они случайного размера. Изменяем семя. Изменяется их размер. А если изменяем вот это семя. То изменяется расположение случайных точек. Изменяем количество. И они исчезают. И появляются новые. Можно, чтобы они отличались не сильно. Тогда нужно интервал для генератора случайных чисел делать. С небольшой разницей между максимальным и минимальным числом. Если от 0 ставим, то самые мелкие кубики будут стремиться к 0 по размерам. Сейчас они кубики. То есть одинаковых пропорций по трем осям. Чтобы сделать разные. Чтобы сделать другие размеры по Y и по Z. Можно просто другие генераторы случайных чисел вот так создавать. С другими семенами. С другим семенем. А можно еще применить такую штуку. Еще один нод с использованием случайности. Это перемешать джиттер. Он просто берет список. И перемешивает. Тоже по какому-то семени. В случайном порядке перемешивает. Перемешивает порядок. У них тоже должны быть разные семи. Сейчас здесь у этого два. У этого пускай будет один. Вот теперь у нас облако из коробочек, у которых все размеры случайные и разные. По всем трем осям. Можно подключить это к трехмерному облаку точек. У трехмерного облака точек еще вот здесь бокс, внутри которого эти точки создаются. Можно его тоже сделать. Вот теперь у этого бокса если изменять размеры по x, y, z, то можно будет настраивать размеры этого облака из коробочек. Продолжение следует. Вот так работает генерация случайных чисел. Часто где нужно применять, делать, где нужно сделать хаотичность или такую, чтобы выглядело естественным таким.